И знамение И в видях все юнистовы жилах Рожденные женою погубите Но восхищен престолу сын ее я И мущий упасти же злом языке Жена бежа в стыльные края И сотвориша битву зни великий Хотящего стоять любой ценой И Михаил, и ангелы святые Сразились с древним змеем сатаной И агнча кровью победи шати О небеса, вас кровью спасли И потому ликуй на них живущий Но горе вам на море и земли Извержен к вам рыкающий и лгущий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но главное даже не это, а то, что муравьи в состоянии найти социальный консенсус между всеми обитателями колоний Вне зависимости от их социального ранга А дальше мы можем постараться применить полученные результаты в практической сфере Например, при составлении компьютерных программ Которые помогут найти алгоритм решения той или иной задачи Здесь пока мы смогли обозначить два центра Один, где происходит анализ полученной информации Второй, где выводы синтезируются Результаты исследований, которые провели специалисты из Бристольского университета Проливают новый свет на жизнь насекомых Нанотехнологии сегодня являются определяющим условием развития всех остальных технологий И в первую очередь это касается электронной сферы Где самым перспективным решением становятся наночипы Уменьшение размеров транзисторов позволяет либо увеличить скорость чипа Либо снизить его размер при той же скорости В связи с этим ученые решили задаться вопросом А что будет, если имплантировать микрочип в клетку? Такой эксперимент поставили испанские ученые Они успешно имплантировали крошечные трехмикронные чипы Прямо внутрь живой человеческой клетки Результаты показали, что сегодня данную процедуру переживает 90% клеток Такие чипы в будущем могут стать медицинскими датчиками Контролирующими внутриклеточную деятельность Могут осуществлять ввод лекарственных препаратов И даже восстановить структуру поврежденных или больных клеток С помощью этой технологии станет возможным Размещение микропроцессоров внутри живых организмов Что может привести к новым достижениям в области медицины И биологических вычислительных систем Полный контроль над душой и телом Вот, поэтому Славочка сказала, времена будут хуже, чем при Сталине Поэтому вот эти все, эти и мыши, и там всякие и люди, и птицы И под водой, и на земле Все везде будет слышимо, все будет фиксироваться Я уже не говорю про сотовые телефоны Вот, этот сотовый телефон мне уже столько пакостей сделал Вот расскажу так вкратце одну историю Когда везли вот эту икону А я так хотела, чтобы у Славочки была эта икона И мне звонят из Воронежа сестры и говорят Валентина Афанасьевна, мы везем икону во весь рост А я стояла и думала, где бы мне Христа Спасителя во весь рост Они говорят, вот, говорит, мы везем Я говорю, какую икону? Христа Спасителя, Иисуса Христу Прядущему Я говорю, да как вы догадались? Да какие же вы умницы, да какие же вы вообще молодцы Да я настолько вам благодарна Они все шестеро или семеро их было по телефону слышат Моим голосом, им говорят Кто вас спросил? Чего это вы мне везете? Зачем она мне нужна? Это по сотовому, это уже сейчас И они решили, может, проводнику оставить икону? Ну что она подумает, скажет, что это за верующая В поезде они ее не оставили Они с поезда вышли и решили в переходе оставить Но в переходе негде поставить И вот я их встречаю с такой радостью Они на меня вот так вот смотрят Скажут, что совсем что-то не то С такой настороженностью Они, я говорю, а где икона? Они, ну вот мы хотели проводнику оставить Хотели в переходе Но мы вот с иконой Я говорю, я ничего не поняла В каком переходе вы хотели мою икону оставить? Пока это выяснилось, что сделал телефон Пожалуйста, это уже сейчас А эти вороны, всякие вот эти, они везде сидят Что им все не фиксировать? Славочка сказал, что так оно и будет Все будет фиксировать, все, что говорит человек Это все на человека Последние достижения отечественных специалистов В области нанотехнологий Продемонстрировали российскому премьер-министру Это первый в нашей стране чип размером в 90 нанометров Настолько маленький, что его сложно разглядеть Без специального оборудования Применение очень широко От биометрических паспортов до авиаэлектроники Кстати, его уже использовали при создании первого российского мобильного телефона Оборудованного двойной системой навигации Отечественным ГЛОНАСС и американским GPS Профинансировали проект корпорации Роснаана и АФК-систему С 1 марта планируется начать серийную продажу аппарата Цена его 10 990 рублей Уже вполне конкурентоспособна И самое главное С использованием этого чипсета и этой технологии Точность навигации человека, находящегося на открытом воздухе Настигает 93% Для сравнения Человек, носящий навигатор только с GPS Точно 64% Можете к 8 марта выпустить, так, чтобы женщины знали Где это уже находится Это мы точно сделаем Я вообще скажу, что это два прорыва, которые сделаны в этом году Самое главное, оно конкурентноспособно Ну, во-первых, дешевле, чем европейское Ну, по цене и себе стоимость А во-вторых, конкурентноспособно с южноазиатскими производителями Ну что ж, я вас поздравляю Спасибо Да, Славочка как сказал, что Когда Особенно, когда попытаются изменить все церковные службы Особенно символ веры И сменят или отменят Православные христиане Они просто перестанут ходить в эти храмы Они перестанут верить Вот, и они будут бояться заходить Ну, представьте себе фантастику Невероятную, совершенно невероятную В иконе Чип Вот уж фантастика хлеще, чем, например Обтянутый кожу инопланетянин, да? В иконе Чип Вот Какой христианин, зная, что там Чип стоит, будет молиться? Кто будет стоять и просить? Кого уже просить? Кто там записывает? Это же не от Бога все Так вот, Славочка сказал, что люди будут бояться Бояться Чипированные иконы Бояться будут того, что происходит Особенно паразиты отмена символа веры или его изменения Поэтому люди перестанут ходить в храмах И вот эти пустые Вот такого красивого музейного вида храмы Они опустеют И поэтому им потом разрешат Там типа мастерские столярные делать Хоть что-то, хоть как-то, чтобы хоть как-то оправдывать Да, вот аренду или как там все это бывает У политиков Это мне уже утрак не объяснял В общем, сказал, что люди посещать храмы Перестанут А Славочка сказала, что это очень печально Потому что в храм надо ходить до последнего Даже когда изменят или отменят символ веры Надо искать священника, который Бога не предал Который служит по-старому И принимать причастие, исповедуясь в грехах Иначе, говорит мамочка, люди не выдержат Они будут глупеть КОНЕЦ 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 Славочка сказал, что печать Такого желания, как вот такового, да Как вот говорят, выберешь или хлеб, или крест Понимать это можно по-разному, хлеб и крест Кто знает, кто из святых и что говорил Вкладывая в этот смысл Вот, Славочка сказал Что насильно будут чипировать Будет стоять каталажка Будут смотреть, едут в машине Сколько человек Все или нет чипированные Если кто-то не чипированный Останавливает гаишник или войска Там это типа, ну вот эти бригады Останавливают машину Зачипируют и езжай себе дальше Поэтому христиане на дорогах Ни ходить, ни ездить не будут Поэтому подальше от федеральных трасс Христианину нужно уходить И вот знаете, даже вот эти эшелоны, да Вот говорят, двинется первый эшелон Ты цепляйся за колеса И типа, едь, да, убегай Но это же все равно образно сказано Вот представьте себе эшелон Он двинулся За какие колеса ты к нему прицепишься-то? Значит, это надо понимать образно Вот двинулись эшелоны уже Люди разъезжаются уже кто в деревню Кто к своим родственникам Они уже поняли, как в народе говорят Что пахнет керосином, да? И вот разъезжаются Поэтому, конечно, люди будут уходить Храмы будут пустовать И вообще, есть диск Где я сама с изумлением услышала Что Славочка сказал Что почти все храмы будут заняты Антихристом И в чем людей обвинять? Люди душой своей чувствуют, что что-то не так И разбегаются, разъезжаются Пошли уже эшелоны А те, кто там что-то думает Ехать, не ехать, бросать, не бросать Вот им и совет Хватайтесь за колеса Ну, можно понимать и так Берите пример Ну, какие эшелоны? Кто их будет грузить? И насчет вот этого Хлеб и крест Выбор вот такой стоит Что вот, типа, я вот выберу Чипировать меня будут Или не будут чипировать А кто ННН выбирал или не выбирал? Кто спрошел? Одни кричат Мы благословляем, берите, да? А правительство их насильно выдает То говорили вначале бизнесменам А сейчас уже и у младенцев У всех эти ННН Значит, это что, ложь? Точно так же будет и с чипами Они уже готовы Кто-то их просит, эти чипы Никто ничего не просит Они уже готовы В новостях показали Несколько ящичков Металлических, плоскеньких На всю страну Стоят чипы на каждого человечка Вот, может даже и с запасом Вдруг кто родится Сразу раз и чип Вот такая вот Не будет никакого выбора Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Могут сказать, что вот это вот Я там что-то придумала Насчет вот этих чипов Что кто-то там говорит А я вот взяла на вооружение Вот это все Это неправда Я про эти чипы Рассказываю больше 20 лет людям И говорю то, что говорил Отрак Что чипированный человек Это очень страшно Это не человек Это совершенно управляемый Через компьютер Вот тело Киборг Биологический организм Содержащий механические компоненты Термин введен в 1960 году Ученые-трансгуманисты считают Что с помощью новых технологий Люди значительно усилят Свои интеллектуальные И физические возможности Станут жить бесконечно долго А прямое подключение мозга К компьютеру В духе таких фильмов Как «Матрица» Или «Суррогаты» Перестанет быть фантастикой С помощью чипа Внедренного непосредственно в мозг Полностью парализованный человек Смог управлять компьютером Силой мысли На кожные электроды Что мозговые, что глазные Они в принципе ограничены Потому что энцефалограмма Ну грубо говоря Это шум от паровоза Много ли ты узнаешь о том Что там внутри паровоза происходит По шуму Нужны все-таки Инвазивные электроды Которые бы были внедрены в мозг И регистрировали тонкие-тонкие Нюансы активности И расшифровывали бы Код нервной деятельности Если меня спрашивают Валерия А вы бы себе внедрили чип Да Если это будет безопасно Если он привезет мне много пользы Без сомнения Конечно же внедрю себе чип Если, например Я с его помощью смогу Моментально общаться с компьютером У меня будет прекрасная память Если он будет одновременно Вообще контролирует состояние моего организма Да без проблем Почему нет? Главное узкое место Это контакт Живого и неживого То есть вот этот электронный чип И микросхему Которая им управляет Не удается надежно подключить К нервной ткани То есть этот чип Внедренный в мозг Рано или поздно Отторгается То есть включается Механизм иммунитета И жизнь такого чипа Ограничена в принципе Не знаю как кого Но меня При всех впечатляющих возможностях Подобные перспективы Несколько пугают Ну вот предположим Внедрюсь его в мозг Чип Стану умнее Талантливее А кто-нибудь еще более умный И с недобрыми намерениями Возьмет И с помощью этого чипа Начнет мной манипулировать И вообще можно так исказить себя Что уже будет и непонятно Где человек А где компьютер А может быть пока не поздно Взять Да и подобные исследования Запретить Ну ведь запретили же у нас в стране Клонирование человека Запретить науку уже невозможно В этом смысле Это как бы мы Уже заложники Этого процесса И будем двигаться Все вместе Не знаю Может быть Какому-то такому Малоприятному концу Это опасно Потому что Никто не знает Каждый раз Человек такой Начает петельдовать На роль Господа Бога В сущности Поэтому о душе Тут говорить нечего И поэтому сейчас Насколько вот я прочитала В журнале хвалятся Что там 3 миллиона чипов Получили Там 350 тысяч Подготовили Да я так поняла На всю Россию Подготовили эти чипы На всю На каждого Новорожденного В 2010 году Группа российских психологов И социологов Разработала прогноз Дети 2030 Согласно выводам ученых Будущее поколение Не будет иметь Ничего общего С сегодняшними малышами К 30 году Допустим Какую-то Профессиональную компетенцию Можно будет получить Посредством Вживления чипа Скоро сбудется Вековая мечта Всех детей Ходить в школу Станет не нужно Любые знания Любые навыки Любую профессию Можно будет получить Загрузив в мозг Несколько файлов Я думаю Мы стоим На пороге таких изменений Когда мы увидим Совершенно иной мир С принципиально Иными ценностями С принципиально Иными центрами Еще в утробе Матери будет решаться Кем станет ребенок Дворником Или министром Это будет И вопрос Не о том Как мы с вами К этому относимся Хорошо это И плохо это Наша самая ответственность В том Чтобы подготовить Наших детей Жить в том мире Где это будет Принято За детей становится страшно Ведь появляется Все больше возможностей Влиять на их развитие Достаточно Чьей-то злой воли Эти мальчики И девочки Станут опасными И для себя И для окружающих Теперь нам всем предлагают Чтобы мы это приняли А мне не надо А зачем Ну вот они говорят Ради спасения Ну завалила меня Ну попала я под завал И что они поспешат Прямо вертолет пригонят Чтобы меня что ли вытащить Да еще вдобавок Славочка сказал Что те кто получит Вот эти микрочипы Вот А потом Они обязательно Все получат печать Они помереть То не смогут И в то же время Сказал христиане Кто Бога не предаст Они тоже Никто говорит Не помрет Не от голода Ничего Просто потерпят Вот эти лишения Тяготы Гонения Ну наверное Стоит потерпеть Поэтому Бог Судья всему этому Я говорю то Что слышала от Славы Совершенно Не заинтересованный человек Ни в политике Нигде Мы же в качестве Эпиграфа к этой программе Выбрали из вчерашней передачи Такие слова Дмитрия Медведева Нельзя упиваться достижениями Нам в какой-то период Удалось достичь многого Мы стабилизировали ситуацию в стране Взяли под контроль Очень тяжелые Общественные процессы Которые были деструктивны Которые могли разнести В клочья наше государство Это было очень важно Но одной стабильностью Развиваться нельзя Должен быть драйв А драйв Это как раз Желание что-то делать Это намерение Преодолевать себя Адрайв О, Господи! Слушайте меня очень внимательно. Знаменитый Арни мало изменился. Все такой же тяжелый взгляд из-под лобья – здоровенные кулаки. Однако бывший культурист и мистер вселенной давно уже не только киноидол, но и крупный предприниматель, состояние которого оценивается в сотни миллионов долларов. В Москву он приехал во главе делегаций американских венчурных фондов и высокотехнологичных компаний. Они приехали, чтобы с одной стороны поделиться опытом, а с другой – чтобы изучить возможности для инвестиций в Россию. В подмосковном Сколкове создается Центр передовых научно-технических и прикладных технологий. Коротко это называется «Инноград». Сколково уже сравнивают с американской Кремниевой долиной. Арнольда Шварценеггера Дмитрия Медведев привез на советском лимузине марки «Чайка», выполненном, правда, не в обычном, правительственном, черном варианте, а в белом. «Инноград» создается на базе существующей уже несколько лет Московской школы управления. Яблоки на выставочных стендах и на столе – это символ знания, новых открытий. Очень важным является и то, чтобы люди чувствовали интерес к созданию и внедрению новых технологий, чтобы была мотивация этим заниматься, создавать свой бизнес с нуля, была мотивация рисковать и добиваться выигрыша. Калифорния давно стала лидером в сфере высоких технологий, но мы не хотим прятать наши знания. Мы живем в глобальном мире и уверены, что все новое должно распространяться по всему миру. Мы должны сотрудничать и в этом цель нашей миссии. Впрочем, поддержка на самом высшем уровне, по мнению участников разговора, дает надежду на осуществление самых амбициозных планов. Комплекс зданий школы управления Сколково спроектирован британским архитектором. Его вдохновили работы русского художника-авангардиста и футуриста Казимира Малевича. Подобный дизайн должен олицетворять не только связь между Россией и Западом, но и футуристически устремленный в будущее характер школы. Через пять лет скорость получения информации в России достигнет 100 мегабит в секунду. Страну покроют сетью оптических магистралей и спутников. На президентской комиссии по модернизации четко прозвучало – информационные технологии для нас – приоритет. Сегодня уже никому не нужно доказывать, что роль и место, которое занимает государство в мире, зависит и от степени развития информационных технологий. Я уже сказала, батюшка, что будет такая прослушка, что люди будут бояться на улице разговаривать. А не на улице будут шепотом разговаривать, Славочка сказал, и все равно оно будет все фиксироваться. Хорошая надпись «Машина времени». Куда мы сейчас с вами попадем? А это мы можем посмотреть, как двигался наряд любой. Во времена Ивана Грозного, в общем, мы не отправимся. Машину, как вы хотите, из подразделения любого. Вот аэропорт, допустим, на архитектуре. Давайте аэропорт. И можно посмотреть в любой момент времени. Вот, допустим, вот она. Во сколько она здесь была? 15-13. Можно понять, кто чем занимался, как буду стоял. В конце концов, там выяснить, что делать. Время прибытия до места происшествия также может произойти. Полностью храмометраж рабочего времени. Это важно. Безусловно, важно и для дисциплины внутренней, но, опять же, для всякого рода следственных вещей. Бурное развитие телекоммуникационных систем в последние десятилетия перевернуло наше представление о мире. Сегодняшнее состояние человеческой цивилизации все чаще обозначают как информационное общество. В самом ближайшем будущем вживление электронных носителей информации в тело человека станет реальностью. А значит, станет реальностью новый тип ведения информационной войны. Продолжение следует... И христиане будут очень гонимые. Они вынуждены сами будут куда-то уходить и что-то предпринимать. Потому что священник, как Славочка сказал, тех, кто не предаст Бога, их убивать будут. Даже вообще, вот как Славочка сказал, при Сталине еще там хоть кто-то что-то там говорил. Хоть что-то как-то объяснялось. А здесь просто будут брать и убивать. Или он сказал, просто несогласные будут вешать в храме. Монахов, священников в первую очередь. И Мириан тоже. Но поначалу, Славочка сказал, все-таки обратят внимание. На верное Богу духовенство. Надпись. Внимание! На перекрестке действует снайпер. Это мой папа. Он там погиб. Социалистическая федеративная республика Югославия разрушена в результате противоправной сецессии, осуществленной сепаратистскими республиками Словении, Хорватии, а позднее Боснии, Герцеговины и Македонии. Хартия ООН уничтожена. Норма международного права растоптана жестокой политикой насилия и преступлений, которые одобряли и сильнейшие государства современного мира. Рассказ о преступлениях не окончен и не может быть окончен. Также преступно и молчать о том, что в течение 78 дней НАТО совершало с нашим народом, с гражданами Сербии и Черногории. Бомбили мосты и казармы. Уничтожали наши дороги, фабрики и остальную инфраструктуру. Их ракеты не щадили детей. Помните, милицу Ракич и ребенка Вашеградской. Не щадили пассажиров в автобусах и поездах. Помните, где личка и щели. И щадили людей в своих домах. Страна опустошена. Тысячи невиновных погибли и ранены. И до сегодняшнего дня за это преступление никто не ответил. О сербия, ведомы пропятью. Лампада в окружении ночи. Россиюшка и наши это братья. Братушки сербы, что же мы молчим? И ложь, и зло со слабою творится. Не откадились от пожар и жды. О сербии кричать или молиться? Братушка сербы, что же мы стоим? Субтитры создавал DimaTorzok Славочка сказал, что те, кто не примет печати, сатанинских печатей, от голода они никто не умрет. Будет тяжело какое-то время. Тяжело от чего? Они почувствуют как бы оставленность. Как бы вот кругом враги-враги, а человек один. Или немножечко людей, поселение какое-то там. И они будут чувствовать какую-то оставленность. Но это будет очень короткое время. И никто, Славочка сказал, ни один человек, который не предал Бога, от голода не умрет. Они немного потерпят тягот и решений. И потом Господь им начнет помогать. Потому что все огромные города, все центральные дороги, как Славочка сказал, все будут заняты вот этими полицейскими войсками. И христиане, кто не предал Христа, они просто сами по себе будут вынуждены уходить от такого общества, и где-то скрываться. И вот им скрываться, и будет помогать Господь. И они его дождутся. И Славочка сказал, ни один мамочка, кто не предаст Бога, ни один не умрет. Славочка сказал, что нужно уходить на землю. Потому что будет зной, дождя не будет, воды не будет. Но те люди, которые не предадут Бога, Господь позволит хоть что-то из овощей вырастить на огороде, на земле. Славочка сказал, своих Бог убережет. Они будут жить небольшими поселениями. Они будут, как Славочка сказал, поначалу они потерпят тяготые лишения, а затем они будут жить свободно, потому что их Бог будет закрывать, и они будут невидимы вот этим силам. С силам вот этим нечистым они будут невидимы. Потому что зомбированные полицейские, они не будут видеть этого человека. Ни до дома этого видеть не будут, ни человека не будут видеть, нигде человек укрылся. А там, где, вот Славочка сказал, где вот скопление массовое людей, которые не подумали ни о чем, приняли печать и все, вот они будут жить настолько праздные и веселые, что им будет не до этих христиан, они им не нужны будут. Но потом, затем Славочка сказал, они сами пойдут искать этих христиан. Такое появится у них зло, потому что они почувствуют, как приближается Господь. И все расстанет вот такое. И они, говорит, будут искать христиан, готовые разорвать от злости, что те уцелели. Смотрите, это уже не кинохроника. Это 21 век. Вглядитесь, кого здесь называют демонстрантами и что называется протестом. Обратите внимание на их упорство и целеустремленность. Они готовы даже рисковать. Толпа ликует, приветствуя героя. Их здесь много, очень много. Несколько тысяч, многие пришли с детьми. Еще бы, не каждый день такое увидишь. В последний раз так развлекались лет 6 назад. Но тогда, начавшись летом 99-го, это затянулось почти на год. Зато в марте 2004-го уложились в два дня. КОНЕЦ Славочка сказал, что даже те, кто своих ребятишек убережет, в поселение сохранять будет. Эти ребятишки, подростки, они все равно будут искать любые пути и дороги, чтобы вырваться от родителей. Потому что Славочка сказал, что поначалу у дьявола будет очень весело. Там и музыка, и гулянки. И как Славочка сказал, что разрешит все пороки. И он удивился, сказал, мамочка, какие бессовестные тетеньки. Они такое будут делать. В общем, вот это все будет разрешено. И христианские ребятишки, за ними надо будет смотреть. Потому что они будут пытаться от родителей удрать. К мировому правителю, потому что у него весело. Эта музыка смогла пробить железный занавес. В России немало преданных поклонников, которые слушали группу еще в советские времена. Среди них и Дмитрий Медведев. Он пригласил рокеров в гости накануне концерта. Вообще-то Deep Purple означает пульпурно-фиолетовый цвет. На Советском Союзе название именно этой группы, говорят, породило забавное. Глубоко-фиолетово. Так может звучать дословный перевод. Сами музыканты, напротив, с глубоким интересом изучали акустическую систему в резиденции Дмитрия Медведева. А президент с удовольствием продемонстрировал работу раритетной техники, включив фрагмент песни группы. Deep Purple впервые приехала в нашу страну, когда Советского Союза уже не существовало. Но Дмитрий Медведев числит себя поклонником группы уже более 30 лет. Когда я начинал слушать Deep Purple, честно говоря, я не мог себе представить, что когда-нибудь мы были с ним за таким столом. У нас тогда была достаточно жесткая такая система, вы знаете. Я в школе вел дискотеку. И я приносил на утверждение в комитет комсомола список музыкантов, которые будут звучать на дискотеке. Когда я был маленьким, мне казалось, что полицейский и президент – это такие очень пожилые люди. Но теперь все изменилось. Deep Purple – одна из старейших групп мировой музыкальной сцены. Впервые она запела еще в 68-м году. На несколько лет она распадалась, затем вновь собралась. Тираж ее альбомов – 150 миллионов экземпляров. А самая знаменитая их песня «Дым над водой» недавно была исполнена рекордным числом гитаристов одновременно. На сцене их было 1800. На самом деле, это большая группа поклонников. И что мне особенно приятно, я искренне об этом говорю, это не только уже такие престарелые люди, как полицейский и президент. Я очень рад, что у России есть несколько поколений фанатов группы Deep Purple. Возникает такой творческий симбиоз. И во время концертов мы подпитываемся энергией, особенно от молодых поклонников. Президент уже четырежды бывал на концертах любимой группы. Он рассказал, что всякий раз получал огромное удовольствие. И пожелал, чтобы и нынешний московский концерт получился мощным. Олимпи Суму, Первый канал. Бывший солист группы Deep Purple, Ричи Блэкмор, образовал свою собственную группу Rainbow. Многие верили в то, что во время концерта его дух летал над концертным залом и наблюдал за экстазом молодежи. В своих песнях он проповедовал имена демонов Визель Уула и Астароха. А его фанаты повторяли за ним. Это обычные явления на рок-концертах. Так они возрождают культ сатаны. Я уверен, большинство молодых людей знают группу Kiss. Но Kiss означает не поцелуй, а расшифровывается как короли на службе у сатаны. Их внешний вид говорит о том, как люди представляют себе демонов. По этой же схеме составляются тексты их песен. На одном из концертов было 33 тысячи подростков, которые кричали «Бог огня! Бог грома! Утешит ваши молодые души!» А в другой части концерта они без перерыву 10 минут кричали «Биэльзи Вулл!» Основная публика — это 14, 15, 16-летние подростки. Майк Пантинни работал инженером по звуку в большинстве известных рок-групп и близко знаком со многими рок-звездами. Сейчас он работает студийным музыкантом. Но главное занятие Майка — это исследование оккультизма в тяжелом роке. Возьмем, к примеру, группу Black Sabbath. Эти ребята напрямую поклоняются сатане. На одном из концертов они требовали от публики постоянного повторения слова «Анатаз». И молодежь кричала «Анатаз, Анатаз», даже не зная, что «Задом наперед» это слово означает «Сатана». Тогда этого никто не заметил. Но если проиграть весь альбом «Задом наперед», то можно услышать этот протяжный голос одного человека «Сатана», «Сатана», который повторяли 33 тысячи человек. Битлз первыми использовали проигрыш музыки «Задом наперед» в одном из своих альбомов. Группа Led Zeppelin делала то же самое. Очень многие рок-группы берут свою музыку с магических церемоний, а также с африканских церемоний поклонения бесам. Композиторы этих групп точно знают, что делают, когда используют эти музыкальные элементы. Через однообразно монотонные звуки ритма легко проникнуть в подсознание. Это приводит к тому, что фанаты рока открывают свои сердца для оккультизма. Группа Led Zeppelin в интервью одного из журналов заявила, что имеет несколько оккультных магазинов. Они открыто признались, что за кулисами и на сцене практикуют черную магию. И действительно, их гитарист Джимми Бейдж жил в доме сатаниста Кроули. Джимми Бейдж рассказывал, что по ночам там происходили необъяснимые вещи. Очень легко ввести людей под гипнотическое влияние, если музыка так громка, что ее слышно снаружи концертного зала. А в самом зале происходят постоянные вспышки, и лазерные лучи движутся по толпе фанатов. Рок-музыка – это идеальный путь распространения сатанинских идей среди людей. И она имеет сильное воздействие. Свои альбомы они любят украшать пентаграммой с головой козла внутри, загрубленным крестом, знаком заблуждений, и другими оккультными знаками. Как-то я беседовал с группой молодежи возрастом от 15 до 18 лет, которая хотела образовать свою рок-группу. Я подключал им аппаратуру и спросил, «Вы знаете, что в тяжелом роке присутствует очень много черной магии?» Они ответили, «О, да, мы тоже этим займемся. Мы даже книги уже купили. И попробуем ввести в нашу музыку немного черной магии». Видите, какое влияние оказывают на молодежь их идолы? Они осознанно имитируют. Дорогие братья и сестры, дорогие юноши и девушки, дорогие дети, не поддавайтесь растлителям. Православная Церковь устами святого апостола Павла свидетельствует, что тело человека — это святыня, это сосуд благодати, это храм Духа Святаго. «Кто растлит этот храм, говорит святой апостол Павел, того растлит Бог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Семкин Корректор А.Егорова бессовестные. Его это так поражало. Как они будут одеваться? Как им будут рекламировать вот это вот все, что они там достойны? Будут показывать всякую ерунду и будут говорить, что они этого достойны. Женщины будут думать, что они этого достойны. И одежды, говорят, на них не будет почти никакой. Они, говорят, в основном, говорят, раздетые будут, а не одетые. Пойдемте, пожалуйста, пожалуйста, мы будем делать. Спина, спина. Пойдемте, пожалуйста, спина. Пойдемте, пожалуйста, что вы будете. Субтитры подогнал «Симон» 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 Все, спасибо, Господи. Храни вас, Христос. Прославляйте мне, Божие. Меня простите в них, что вы любите. Спасибо, Господи. 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 Под видом правды вот эта кривда. Он сказал, что самое главное, самое страшное. Что люди слишком быстро предают Бога из-за выгоды. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Еще один шаг на встречу. Принимаешься. Избирание. Избирание. по местным соборам. Русской православным. церкви, патриархом. 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 Это события. патриарх, которая открывает. открывает и новую эпоху. Патриарху. Патриархом. Патриархом. Свободно говорит на английском, французском и немецком языках. И в России за ее пределами избрание нового патриарха стало весьма заметным событием. Гирилл в России харизматическая и популярная фигура, отмечает британская Таймс. У него много сторонников. Его считают модернизатором церкви и самым умелым ее дипломатом. Последнее не случайно. Будучи главой отдела внешних церковных связей московского патриархата, своего рода церковного министерства иностранных дел, Кирилл зарекомендовал себя опытным дипломатом. Как полагают на Западе, избрание патриархом митрополита Кирилла поможет сближению русской православной церкви и Ватикана. Это событие создает перспективу примирения между Римом и Москвой, пишет британская Таймс. Вероятно, с его избранием расширятся усилия по преодолению тысячелетнего раскола между православием и римским католицизмом. И поэтому, прогнозирует американский журнал Time, один из первых вопросов нового патриаршества будет заключаться как раз в том, будет ли дан зеленый свет попыткам добиться проведения, не имевшей ранее прецедентов встречи Папы и Патриарха. В принципе, это вполне возможно, полагает известный богослов диакон Андрей Кураев. Римский Папа не может и должен встретиться с нашим Патриархом, но вопрос в том, зачем. Я желаю всем нам обновить свое призвание, обновить свои убеждения, обновить свое призвание, обновить свои убеждения. Славочка сказал, когда начнется тяжелое время раздела в церковной среде, и одни могут говорить, что берите печати, другие будут говорить, не берите печати. Нужно ходить к тем священникам, которые служат по-старому, которые не меняют ни символа веры, никаких новшеств не принимают. Вот Славочка сказал, что будут такие священники, чтобы искали таких священников и ходили к ним до конца, чтобы посещали церковь. Ошибка пастыря, особенно епископа, очень дорога. Пастырь может увлечь в бездну тысячи людей, а епископ еще больше, а патриарх еще больше. Цена ошибки, цена ложного направления, его становится неимоверно высока. Поэтому, а святители-то святые, что писали? Чтобы не соврать, я цитирую. Святитель Иоанн Златоуст, если начальствующий лукав по отношению к вере, то беги от него и не сообщайся с ним, хотя бы он был не только человек, но даже ангел, шедший с неба. Или у святителя Геннадий Схаларий, проверяйте своих епископов в одном только отношении, узнавайте, православны ли они, не учат ли они догматам противным истинной вере, и не сослужат ли они с еретиками или с воскольниками. Преподобный Василовский, пусть для тебя всякий будет достойным, кроме того, кто учит зереси. Если же окажется еретиком, то постараемся не принимать от него ни учения, ни причастия, и не только не будем причащаться у него, но будем осуждать его и всеми силами обличать, чтобы не оказаться причастными к его гибели. Вот я думаю, золотыми буквами надо напечатлеть, но маха в сердцах своих, вот эти слова. А то на некоторых архиерейский сан очень сильно давлеет. Люди почему-то думают, что архиерей безошибочный, но если взять историю церкви, мы увидим, сколько было ошибок и сколько установленных канонов, вот ограничивающих власть епископов и предохраняющих их от неверных шагов. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. Так начинается 27 глава Евангелия от Матфея, та глава, где напуганный сновидением жены Пилат пытается добиться от толпы помилования Назарянина в честь приближающегося праздника Песоха, но собравшиеся у резиденции кричат, да будет распят кровь его на нас и детях наших. Знал ли Папа Бенедикт, комментируя евангельские тексты в еще не опубликованной работе «Святая неделя от въезда в Иерусалим до воскрешения», что несколько строк его всколыхнут и религиозный, и политический Израиль, что премьер страны Беньямин Нетаньяу моментально выступит со специальным заявлением. Он фактически снимает то пятно ответственности за смерть Иисуса Христа, которое преследовал еврейский народ на протяжении, наверное, всей истории отношений между евреями и христианами. Из местных комментариев слов Папы следует, что на еврейском народе нет крови и, значит, нет коллективной ответственности. Но у понтифика тоньше. У него говорится, что кровь Христа не может быть проклятием. В Израиле к Папе отношение двоякое. Его торжественно принимали в 2009-м, выпустив к визиту Марки. Его ругали за неуклюжие слова, сказанные в музее жертв Холокоста Яд Вашем. Но сегодня и ортодоксы, и раввины-реформисты вздохнули с облегчением. В словах блюстителя престола святого Петра услышали призыв к миру. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 А в основном масса, основная монахов, будет брошена, а лавра придет в запустение. То есть она не разрушена будет, но она будет в запустение. И вот эти монахи то отойдут от лавры, походят-походят, обратно вернутся к себе домой, посидят, говорит, там, опять разойдутся, а потом, говорит, окончательно разбередутся по всему миру. Вот так вот он сказал, а монахов. Славочка, когда смотрел, как мы живем, он частенько держался в области сердца. Он вот так вот возьмется и стоит и смотрит. Говорит, мамочка, ну как люди не понимают? Им все равно каждому придется к Богу идти. И что они скажут Богу? Ведь это же грех – бегать из религии в религию. Я спросила, как это – бегать из религии в религию? Их не так уж много, религии-то. А он мне объяснил. Вот они, говорит, идут в церковь, потом бегут, говорит, в какой-нибудь центр. В этом центре они там что-то послушают, им становится плохо. Они снова бегут в церковь. Им в церкви помогут. Они какое-то время, говорит, посидят, вот облегчение такое почувствуют. Потом снова где-то что-то интересное, они снова туда бегут. Вот так вот они будут бегать по всяким центрам, возвращаться в храм. И в конечном итоге, как Славочка сказал, так же он сказал. Головушка погибет. Вроде так он выразился. То есть итог таких людей, которые так себя ведут – это поехавшая головушка. Редактор субтитров А.Семкин И Славочка сказал, вот уезжают за границу, бросают родину. Уезжают, конечно же, за деньгами. Как бы ни говорили патриотические слова и не искали каких-то по причин, это просто более комфортная, спокойная жизнь. И ребенка такого, как Славочка, обмануть было невозможно. И он говорил, что мамочка, грех им бросать родину в такое тяжелое время. Люди должны в такое тяжелое время оставаться у себя на родине и ей помогать. А особенно, говорит, великий грех, когда люди именно из-за денег бросают свое отечество. То есть предатели они для Славочки были. Принесли ему жертву. Да, Славочка сказал, что великий грех из-за выгоды, какая бы она ни была, предавать Бога. Потому что Славочка изумлялся и говорил, как же так? Они разве не понимают, что все равно им придется к Богу каждому идти? И что он скажет Богу? И он часто говорил, мамочка, весь мир погубит выгода. Он так часто это говорил, это почти постоянными его словами были. В последнее время он всегда изумлялся и говорил, мамочка, все выгадывают, весь мир погубит выгода. Славочка изумлялся и говорит, что все выгода, все выгода, все выгода, все выгода. Славочка изумлялся и говорит, что все выгода, все выгода, все выгода, все выгода, все выгода. Обновился и говорит, что все выгода, все выгода, все выгода, все выгода, все выгода, все выгода. Это было в 2004 году. Как вот это объяснить? Не икона всех святых обновилась, а именно над царскими вратами, где служат священники, начащие на себе образ Христа. Они там священнодействуют у престола. И вот обновился именно Иуда. Объяснение этому только одно, что духовенство наше стало как Иуда пред Богом, благословляясь эту глобализацию и все, что ей сопутствует с номерками, паспортами, со всей этой мерзостью. Вот уже Господь дает знамени. Как еще людей-то выразумлять? Как еще можно говорить? Какие аргументы надо приводить? Нездравый разум, не чудеса. Даже вот это покажешь, и все равно это извратят. По-своему будут толковать. Да мы все, как Иуда, сейчас живем, детей продаем. Что на всех-то валить? Все замешаны, всем надо каяться. Но здесь конкретно речь идет именно об Иуде. Апостоле, бывшем и ставшем предателем. А ведь в алтаре кто служит? Те, кто должны продолжать дело апостолов. Благоествовать народу, говорить народу правду. Вести народ в Царство Божие. Вот знамени от Бога. Вот сейчас участились такие письма, очень странного такого характера. Просто я не в состоянии быть и на кладбище, и людям отвечать на письма. Поэтому я попросила Нину Анатольевну. Сказала, говорю, Ниночка, я понимаю, тебе 60 с лишним лет, тебе все это утомительно. Но если ты не будешь отвечать на письма, люди не будут получать ответов. Я просто не могу физически. И вообще я жутко не люблю писать с детства. И она взяла Нина Анатольевна на себя такую вот эту вот тяжелую ношу отвечать иногда людям. И вот в последнее время она уже пришла ко мне, утомленная такая, подает мне пачку писем и говорит, все, не могу больше я. Валентина Афанасьевна, ну она меня с матушкой зовут. Она говорит, матушка, вы посмотрите, что только они пишут. Я говорю, Ниночка, я их предварительно почитала, прежде чем тебе отдать. Я говорю, все равно почитала. Вот вы понимаете, что происходит сейчас с людьми? Вот эти вот сущности, да, которых называют бесы, вот когда идет такое большое отступничество, вот зачастую приходится сталкиваться, или это католический бывший священник, или наш, это не важно. Но как только они начинают отступать, бесы начинают, немного погодя этого человека, они просто их, как вот в письмах, судя по письмам, они их просто насилуют. Где угодно. Стоит монахиня в храме, они в храме с ней это делают. Едет ли она в автобусе, они в автобусе это делают. Это не моя фантазия, это одно и то же говорят люди, и в основном те, кто служит в церкви. Простых людей, вот простых, кто на заводах работает везде и всюду, как-то я от них ни разу этого не слышала. А вот от духовных лиц у меня уже Ниночка возопила. Она принесла мне эти письма, я их, конечно, за исключение, может, одного-два письма оставила, все остальное я порвала. Потому что дома держать мне их не хочется, они вызывают чувство брестливости. Ну, за все надо платить, а за отступничество тем более. Вот такая тяжелая цена. Или детей начинают их вот так вот трогать. Что самое интересное, это каким-то образом связано с кровью. Они говорят, что аж вся кровь бурлит, кипит, и нету в организме ни одной клеточки, которая могла бы отдохнуть от этого вот этого состояния. Вот таким вот образом все происходит. Слава сказал, что это служением напрямую дьяволу преисподней, когда богатство, и ради него предается Бог. Славочка сказал, что люди из-за золота убивают друг друга, гоняются за ним, обогащаются этим золотом. А потом оно, когда не будет воды, когда деревья перестанут расти, когда на огородах ничего никто не сможет вырасти, когда планета будет в таком запустении, вместо воды будет появляться на поверхность золота. Золота будет столько много, оно будет блестеть, как озерцо, что люди и подумают, может быть, там вода, а там золото. Пить будет очень хотеться, будет жара нестерпимая. И вот эта вода, вонючая, как кровь, будет поставлена на это золото, чтобы хоть как-то ее подогреть, чтобы можно было ее проглотить, эту воду. А золото, он сказал, мамочка, будет строительным материалом будущего века. Славочка сказал, что появятся деньги мирового правителя вначале, перед тем, как появиться правителю, будут его деньги. Дела с деньгами пойдут удачно, будут они называться евро. Почти все, когда перейдут на евро, последней страной будет Америка, которая тоже перейдет на евро. Этот памятник золотому тельцу поставлен в Нью-Йорке, в городе, где сосредоточено, кажется, все золотой мир. Здесь больше всего и переживают по поводу финансового кризиса. Для многих он оказался роковым. Но многие здесь точно так же понимают, что живут в самой богатой стране, с самой развитой экономикой, поэтому так же прочно стоят на земле, как и этот золотой телец. И видих, стоя на морстем песце, из моря зверя мерзкого сходяща, десятирок и киждобех свинцем, и на седьмих главах хулу носяща. Подобен рыси, львиные уста, ногой медвежьей брек морской отмерил, и змей своей силой напитал, дадет престол и власть, и область зверю. И видих, аз, израненую зле, главу единую на могучие выя, на язва смерти чудом исцеле, и поклонившись народе зни. И зверь уста отверзи на хулу, и хули ангел, и того, кто свыше, и вся колена потекли козлу, и гна святых, и многих победиша. Слава сказал, «Праведные пусть делают правду, неправедные пусть делают неправду». Меня очень удивили эти слова. Оно как-то вот, ребёнок не может такое говорить. «Праведные пусть делают правду, неправедные пусть делают неправду, но ничего не остановить, не изменить нельзя. На небе всё решено. Скоро на земле будет Бог». И Славочка сказал, что первый документ, нечеловеческий, от сатаны – это ваучер. Потом, говорит, каждая, любая справочка, любой документ будут только от него. Это нечеловеческие документы. ИНТРИГУЮЩАЦИЯ ИНТРИГУЮЩАЦИЯ И дальше всё будет хуже, хуже и хуже. И в конце концов, людей всех перенумеруют, он сказал. Прямо так сказал, что… Да, перенумеруют. А что, нас не перенумеровали? У нас уже перенумерованы. Действительно, каждый человек уже на учёте. В любом… Да, праменумеруют, да. Вот бывает, говорят, ну что вы так боитесь этих номеров? Ну мало ли номеров. И у человека много номеров. Порядковый номер, например, на работе, в списке. Ну действительно, что бояться номеров? Хотелось бы, вы знаете, сразу ответить так. Мы боимся не номеров. Мы боимся греха. Боимся оскорбить Бога. Вот что самое главное. Общеизвестно для каждого православного христианина, что оккультный сатанинский символ притягивает к себе демонов. И ИНН, в котором нарочно присутствует сатанинская символика. И, соответственно, новый паспорт, где всё это введено, эта сатанинская символика, на виньетках, вот, в уголке каждой страницы. И все последующие документы, они эту сатанинскую символику имеют. Одно дело, когда какой-то случайный номер, даже 666, номер книги, номер, например, странички в книге или номер километра на дороге, это одно. Но если этот номер вводится оккультными сатанинскими силами, нарочно вводится, если он навязывается человеку, человек принимает это добровольно, то этот сатанинский номер, он уже притягивает на этого человека демонскую силу. Вот что главное понять. Чем отличается простой номер? Этот номер введён именно в коды сатанинскими антихристианскими силами, вот, силами. И когда человек его принимает, то эта мерзость, она уже притягивает человеку демонов. Как матершинник, который ругается матом, на него демоны летят, как мухи на навоз, как магнит притягивает гвозди, так же матершинник притягивает к себе бесов, не только к себе, но свое тело, свою душу, свое сердце, свою семью, он воздух даже оскверняет. То же самое человек, который принимает эту мерзость, потому что эта мерзость введена нарочно, введена для осквернения, и человек всё-таки принимает её добровольно. Дьяволу нужен грех, нужны свободные воли из явления. Где нет свободы, там у него как бы выгоды нет у демонов. Ему нужен грех, чтобы сам человек захотел, сам попросил. Вот когда вводили ННН, именно для этого и ввели вот эту систему, заполни анкету и распишись, пожалуйста. Вот. Дьяволу нужен грех. Вот что главное понять. И человек так или иначе, постепенно ли, сразу ли, он согрешает. Про все вот эти документы, это он когда сказал, когда их вообще не было. Вообще не было. И вдруг он говорит, что будут микросхемы, и что их уже в роддомах при советской власти детям под кожу в Москве, он сказал. Тайно от родителей уже стали. Ой. А потом, говорит, они вырастут вот банкирами, правителями, очень умными, очень молодыми. А родители даже не знают, что это микросхемы, что это чипированные дети. С микросхемой. Он чипами не называл, он так и назвал микросхемы. Я говорю, какая микросхема, Славочка, ну что ты говоришь, вот тут, какой-то ерунду. А он мне сказал, такая, говорит, маленькая микросхемочка. Понял. И он, знаете, как сравнил людей, которые все это получат. Он сказал, говорит, мамочка, есть такие куколки, от этих куколок много-много ниточек идет. И вот дьявол за какую ниточку дернет, то куколка и делать будет. Вот так вот Славочка сравнил. Кстати, да, вспомнила, да. Он сказал. То есть это практикуется тайно и давно. А когда будут ставить всем людям, то, как я поняла Славочку, люди перестанут быть людьми. Как он говорил о тех людях, которые примут это? Что они будут злые, они готовы будут разорвать друг друга. Настолько они будут злые. Для них будет уже ничего святого, для них не будет. Для них будет уже все. Потом останется только после этого биочипа поставить печать. Славочка сказал, как будет ставиться печать? Они, придумают мировой паспорт. Будут давать его всем. Это будет маленькая, серенькая, и Славочка сказал, очень симпатичная пластиночка. И когда люди будут за этим паспортом мировым протягивать руку, как правило, правую, то аппаратура будет рассчитана так, что человек или правую руку тянет за паспортом, или подставляет лоб, наклоняется. Где капом будет, сказал, где какая обстановка, будут выдавать же по всей стране, по всей земле. Вот. И он сказал, что, как правило, на правую руку в области запястья будут ставить три шестерки изотопами, лучами от этой аппаратуры или на лоб. И Славочка сказал, принявших печать вот такую, то есть тянутся они рукой за мировым паспортом, им в это время ставят печать. Три циферки, три маленькие шестерочки на лоб или на правую руку. И Славочка сказал, Бог никого не простит. Мне один священник сказал, но мы оправдаемся. Я говорю, батюшка, это ты сказал. А Славочка сказал, Бог никого не простит из принявших печать вообще никого. Вот таким вот образом будут поставлены печати. И Славочка сказал, что потом пройдет какое-то время, и люди начнут челками прикрывать свой лоб, станут носить длинные рукава, потому что проснутся однажды, а у них три циферки на лбу светятся зеленоватым цветом. И Славочка сказал, как вот электронные часы, как табло, вот таким красивым, зеленоватым цветом светятся три шестерки. И поэтому люди будут прикрывать или челками, или длинной рубашечкой. А потом посмотрят, один открыто несет эту печать, второй открыто носит эту печать, и перестанут стесняться. Поначалу они просто, еще будет совесть, и они как-то будут стесняться, сказал Слава. А потом они перестанут стыдиться, и открыто станут носить печать Антихриста. Слово паспорт знакомо каждому. Термин универсальная электронная карта известен гораздо меньше. Задача правительства на ближайшие несколько лет сделать электронный паспорт таким или почти таким же привычным, как паспорт бумажный. Мэр Москвы, дававший пояснение Дмитрию Медведеву на эту тему, мечтает объединить в кусочки пластика с чипом сразу несколько удостоверений. Было бы хорошо, если бы было еще и удостоверением, водительским удостоверением. Сегодня гражданин за водительское удостоверение платит 1400 рублей, а эта карта стоит 250, в лучшем случае та, которая будет. Если это будет еще и водительским удостоверением, то она тогда, конечно, будет не менее ценным средством идентификации, чем паспорт. Среди приложений универсальные карты, число которых будет только увеличиваться, база данных пенсионного фонда, полис обязательного медицинского страхования, транспортное приложение, позволяющее оплачивать проезд в общественном транспорте или подтверждать право льготников на бесплатный проезд. Сергей Собянин предложил добавить туда же и базу данных по обязательному автострахованию, ОСАГО. Загвоздка пока в новом русском чипе для универсальных карт. Нужен такой, чтобы соответствовал отечественным требованиям по шифрованию данных и в то же время был сертифицирован по западным стандартам. Наш родной чип будет готов не раньше, чем в марте, плюс год-полтора на сертификацию. Вот как поступим. Ждать, пока создадут наш чип, не будем. Потому что иначе его никогда не создадут. Внедряйте с иностранным чипом. Как только будет создан наш чип, проведем переинсталляцию этого чипа и перевыпустим эти карты, никаких проблем это не создаст. Многие современные пастыри успокаивают народ Божий. Люди задают им вопросы. Батюшка, можно ли принимать ИНН? Можно ли брать паспорта с биочипами? Можно ли принимать смарт-карту с тремя шестерками и личным номером? Батюшки начинают успокаивать народ. Говорят, можно брать, ничего не бойтесь. Внешне, внутренне не вредит. А вот хотелось бы задать им такой вопрос. А кто вам сказал об этом? Может быть, вы имеете об этом откровение от Господа Бога? Вот праведный отрок Вячеслав почти 20 лет назад имел откровение от Господа, что ничего этого принимать нельзя. А откуда тогда наши горе-пастыри так говорят? Может быть, кто им открыл? Вот отрок говорил, что нельзя этого брать. А почему же наши горе-пастыри говорят, что можно? Почему они так говорят? Вот почему в народе таких горе-пастырей и таких горе-богословов называют закройщиками. Что им закажут, то они и сошьют. Какое платье им закажут, такое платье они и скроют. Что им закажут, то они и набогословствуют. И забывают, что придется отвечать перед Господом. Отвечать за соблазн и ложь в своей пастве. Вот что самое страшное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, отец Дмитрий. Да, слушаю. Это звонит раб Божий Сергий с Алматы, Алматинской области. Я хотел бы задать такой вопрос о номерах ИНН, которые в России введены, и РНН, которые в Казахстане введены, о пластиковых документах, которые в будущем будут вводиться. Многие священники по-разному трактуют этот вопрос. Я знаю, а что вас интересует? Какой вопрос? Ну вот, как относится церковь насчет введения вот этих документов и грехлистов? А ведь, понимаете, есть же документы, изданные Священным Синодом Русской Православной Церкви. Вы можете вполне к ним обратиться, они опубликованы на сайте Московской Патриархии. Это мнение священначали. Каждый христианин должен быть послушан своей иерархии. Тогда у него все вопросы отпадут. Поэтому, если какие-то священники выражают иное мнение, то, значит, они сопротивляются иерархии. Поэтому подлежат уже церковным прещением. Потому что церковь, она должна быть единомысленна. Вот. Мы должны быть обязательно единомысленны. Поэтому это есть инструмент, с помощью которого государство вводит новые технологии. Разумеется, когда придет антихрист и будет единое государство во всем мире, и это государство будет антихристианское, ну, конечно, антихрист будет использовать новые технологии. Понимаете? И тоже телевидение, которое мы сейчас используем, будет использовать антихрист. И пластики, и чипы, и интернет, и цифру, все будет, а может быть, еще новые технологии будут разработаны. Мы же не знаем, когда будет конец света. Поэтому на этот счет не стоит беспокоиться. Иерархия на страже. Не надо думать, что только православные миряне не обеспокоены этим процессом. Иерархия на страже. Иерархия на страже. Дорогие братья и сестры, Слава сказал, что ради выгоды, ради богатства человек предает Бога. и если даже кто-то дерзает благословлять их принимать все эти номера, Слава сказал четко и ясно, Бог никого не простит. Нельзя этого делать. Нельзя принимать сатанинские номера. Он так и сказал, Бог никого не простит. число 666 это не просто оккультный символ. Он взят из Священного Писания, из Святой Библии. Вот что важно понять. Вот, например, пятиконечная звезда, другие символы. Это символы, которые в разные времена имели разный смысл, их наполняли разными смыслами. Но 666 это явно сказано Священным Писанием, что это символ противника Бога. Это все читали, все это знают. Уже хотя бы даже это должно вызвать отторжение. Этого быть не должно. Мы боимся не цифр и даже не этого числа. Мы боимся Бога, боимся оскорбить Господа. Оскорбить Господа можно не только душой, но и телом. Все можно оскорбить. Поэтому мы боимся не номеров, мы боимся согрешить, чтобы не отпасть от Бога. Субтитры Чип радиочастотной идентификации размером с песчинку или даже меньше. Они присоединены к миниатюрным антеннам и могут передавать информацию о предметах на расстоянии. В 1999 году Проктор Энт Гэмбел, Гилет и А.И.Т собрались вместе, чтобы решить, как получать деньги от этой технологии, как сделать чип маленьким, эффективным и недорогим. Они мечтают поместить этот чип на каждый продукт, выпускаемый на планете Земля. Последняя разработка по контролю над покупками людей это имплантируемый чип. Его можно ввести в человеческое тело. Это маленькая стеклянная капсула размером с дёрнышко риса, в которой находится чип радиочастотной идентификации с медной антенной. Она тоже передаёт информацию на расстоянии. Радиоволны могут проходить через стены, через дерево, через то, что обычно должно защищать нашу частную жизнь. Например, через вашу сумочку, рюкзак или карман, через всё, что на вас надето и что вы несёте. Филосбельфийский цирк фирмы Крафт был снабжён таким чипом и продавался клиентам. Они пометили им бритвы Меч-3 и бритвы жилет, не сообщив об этом покупателям. Чип может даже быть точкой над буквой Ай, на логотипе, на коробке, которую вы покупаете. Они хотели поставить считывающие устройства в каждом аэропорту, на каждом автобусе, на каждом поезде, в каждом порту, на каждой пристане. Но больше всего меня волнует идея установить эти чипы в деньги. Значит, можно будет отслеживать каждую банкноту, где она была, кому её передали, и таким образом создать своеобразный аудиторский след. Это лишит нас анонимности наличных, которые мы сейчас имеем. банкомат при выдаче денег будет считывать информацию, и наблюдатели будут знать, кто вы, потому что вы идентифицируете себя, прежде чем получить деньги. Когда вы пойдете платить в крупный магазин, они смогут пропускать деньги через считывающее устройство и определять, что, скажем, Аарон Руссо купил что-то в Уолмарке. Когда всё, что вы будете делать, будет привязано к одному номеру, и вы уже не сможете платить наличными, вас можно будет лишить гражданство, просто выключив чип, и вы не сможете участвовать ни в каких общественных делах, даже покупать еду. Для таких людей сейчас и разрабатываются такие технологии. Это сейчас я вижу, по телевидению слышим. А Слава, когда говорил, он сказал, что для них будут строить огромные магазины, там будет очень хорошее качество товара, очень хорошие продукты, и всё будет для таких людей, и товар, и продукты, всё будет для них. А для людей несогласных с такой системой, для них ещё будут какое-то время магазины, но у них будет всё дороже, качество товара всё хуже. А потом Славочка с таким удивлением сказал, мамочка, такая дорогая курица? Он очень удивился. А потом Славочка сказал, эти люди, которые зашестёрятся, слово такое было у Славочки, зашестёрятся, зашестеренные, вот потом вот эти люди, которые зашестёрятся, Славочка сказал, они ещё какое-то время не будут такими злыми, они постепенно станут очень злые, сказал Отрак, но перед этим они ещё постараются от своих продуктов что-то дать бедствующим людям, родным своим, которые не приняли печати. Но люди, не принявшие печать, не смогут проглотить даже кусочка, потому что Слава сказал, или их вырвет обратно, или они просто не смогут проглотить. То есть пища для обыкновенных людей это уже не подойдёт, люди не не могут есть. Про еду, которую будут есть зашестерённые люди, Славочка шестерённые люди. Он сказал, что на каждой, на каждой, на каждой маленькой печенюшечке, на каждой маленькой-маленькой конфеточке, отдельно на каждой будет стоять три шестёрки, три маленькие циферки. И сейчас это показали по телевидению. Уже эта пища есть. Показали поросят, что их вырастили, они стали большие, белые. Вот эти свиньи, большие белые, чипированные. И они по контуру светятся зеленоватым, таким приятным, приятным цветом. Я когда увидела, я не могла поверить своим глазам. Это всё то, о чём рассказывал Слава. Но он говорил о человеке, что человек будет светить зеленоватым цветом, и что есть он может вот эту продукцию. а нормальный её есть человек, не зачипированный, не сможет даже проглотить. И поэтому он сказал, что люди, которые даже перетерпят, не примут печати. Потом соблазн будет такой, он привёл такой пример. Вот человек сам себя уговаривает, что я только зайду в этот магазин и посмотрю, чем там кормят вот этих людей, что у них там есть. Говорит, заходит человек в магазин, и от голода, начинает от немощи человеческой, начинает всё это брать, брать, брать. И когда через кассу он проходит, через кассу он получает эти три шестёрки. То есть вот так ещё будет. 8 лет назад в США стартовала новая программа по борьбе с терроризмом. Основное оружие в ней микрочипы. Благодаря им можно в считанные минуты получить полную информацию о человеке. Люди, которые решились вживить под кожу микросхему или просто носят её при себе, говорят, что у них появилась масса преимуществ. Правозащитники же бьют тревогу, ведь тотальная безопасность может обернуться тотальным контролем. Репортаж Дмитрия чипы. Прибор прибор размером стрисовое зерно не только содержит практически полную информацию о человеке, но и передаёт данные о состоянии здоровья и местоположении владельца. Якобсу уверяют, сделали они это для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, ведь что бы ни случилось, все сведения о них врач или полицейский получит в считанные секунды. Я так благодарен за столь необычный подарок, ведь он спасёт мою жизнь, если что-нибудь случится. Эксперимент вызвал бурю возмущения в Соединённых Штатах. Политики заговорили о нарушении гражданских прав, священники даже вспомнили о библейских пророчествах, трёхшестёрках и метке дьявола. Но вскоре страсти поутихли и выстрелились очереди из желающих имплантировать себе микрочип. Сейчас в Америке вшить электронную метку под местной анестезией стоит всего 200 долларов. Люди говорят, для них чип это возможность вовремя получить медицинскую помощь или сообщить спасателям и врачам данные о себе, если с ними что-то случится. Тем, кто всё ещё не решается вживить метку, её аналог выдают на руки в виде привычной пластиковой карточки. Для того, чтобы получить вот такой персональный чип в Соединённых Штатах теперь достаточно пяти минут. Пункты, где с радостью примут ваши отпечатки пальцев и сетчатки глаз, расположенные по всей Америке. Такие стойки не так давно появились во всех крупных аэропортах Америки. нам показывают, как работает система. Сначала сканируются документы, к примеру, паспорт и права, затем в базу данных заносятся отпечатки пальцев, снимок сетчатки и цифровая фотография. Ежедневно около каждого стенда минимум полсотни посетителей. Роберт Шульц решил занести все данные о себе на чип для того, чтобы проще проходить все проверки во время путешествий. В сохранности данных он не сомневается. Как мне сказали, вся персональная информация закодирована и к ней никто не получит доступ. Бояться нечего, ведь мои личные данные больше никто увидеть не сможет. Пока сотни пассажиров стоят в очереди, владельцы микрочипов, вся информация, которых у них в руках, проходит в терминал самыми первыми. Для них в Соединенных Штатах уже есть отдельные дорожки. Среди удобств, которые могут появиться в будущем, отказ от необходимости носить с собой документы и бумажник, паспорт или кредитку тоже заменит микрочип. Такая чиповая программа путь к тотальному контролю, возмущаются противники нововведения. Ведь когда и документы, и деньги заменяет одна электронная метка, человеком легко управлять. Эти технологии позволяют другим людям узнать все, кто вы, что делаете, без вашего ведома и согласия. И мы уверены, что это в конечном счете приведет только к росту мошенничества и создаст новые риски для каждого гражданина. А правительственные чиновники призывают не верить скептикам и утверждают, без сбора личных данных всех добропорядочных граждан сложно найти потенциального террориста. Главная задача понимать, кто перед нами. Мы уже остановили тысячи людей, которые хотели въехать в страну, пользуясь чужими паспортами. Нам нужны биометрические данные, чтобы разобраться, кто на самом деле находится в стране и кто пытается из нее выехать. Чиновники говорят, безопасность превыше всего, и страна, которая 11 сентября пережила самый страшный в своей истории теракт, может в чем-то поступиться принципами во имя своего спокойствия. Поэтому на новые технологии безопасности здесь готовы тратить любые деньги и уже в нынешнем году выделят на развитие программы очередные десятки миллиардов долларов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Котрак сказал, что люди, принявшие печать, постепенно, постепенно станут очень злыми. А затем они так начнут сильно завидовать и злиться на тех, кто печать не принял, потому что они поймут, что они попались в сети лукавого. и они начнут завидовать и злиться на тех, кто остался без печати. И эти люди вынуждены будут скрываться от своих родных. Вначале добровольно будут принимать печать, даже просить. Затем в общем массе принудительно начнут печать ставить. А потом просто вылавливать будут тех, кто без печати. Потому что, как я Славочку поняла, будет идти сигнал на эту микросхему и должен идти ответ. А так едет человек или идет? Должен идти сигнал, а от этого человека сигнала нет. Значит, этого человека будут ловить, Славочка сказал, именно ловить. Именно вот это как бы полицейское, ну вот, в общем, как он сказал, полицейское государство. Это и армия, и милиция в одном лице. Вот они будут просто таких людей ловить и насильно ставить печать. Которые примут печать, они будут как бессмертные. Они захотят умереть и не смогут. Когда они поймут, что с ними произошло, какая трагедия, они попытаются разбиться. И вот Славочка говорил, человек попытался закончить жить самоубийством. Он сел в машину и разогнавшись, он с обрыва на этой машине упал. Машина разлетелась, человек разбился, и как в фильме ужаса, зашестеренный человек снова собирается. И он снова встает. И опечаленный идет обратно в это общество. И люди, которые не примут печати, вот как сейчас, живые мы ходим, смертные, и не ценим этого. Вот которые люди останутся вот такие, они будут просто обыкновенные люди. И в этом над ними огромная милость Божья. Потому что они останутся живыми, нормальными людьми. Отрак сказал, что сейчас люди, устоявшие, не принявшие чипов, чипов, не принявшие номеров сатанинских, они, если устоят такие люди, они спасут весь свой род. Потому что Отрак сказал, что сейчас идет подсчет всего своего рода, всех родов. И представители, мы вот, последние представители этого рода, если не примем печать Антихриста, то спасается подвигом таким весь род этого человека. Вот так сказал Отрак. Если человек принимает все эти номера, то какой смысл вообще ему жить? Какой смысл вообще в этой жизни, если он принадлежит сатане, если он не принадлежит Богу? Он, как Славочка сказал, он не может ощущать то, что создал Бог. Он не может ощущать, какой сладкий воздух. Он не может ощущать, что такое, какое благо вода. Он этого не ощущает. Он не живет, этот человек. Он, Славочка сказал, зомби. И поэтому вот такая жуткая трагедия, когда люди, принявшие печать, станут именно вот такими людьми. И Славочка снова сказал, он часто говорил, что Бог никого не простит, он предупреждал. Он пришел, чтобы именно предупредить, сказать, что именно это последнее время, что именно это сатанинские номера, что именно это его печать, и что Бог никого не простит, пусть даже не надеются. Славочка ничего не сказал нового. Абсолютно ничего. Он просто сказал конкретно. Это именно вот это. О чем предупреждали человека две тысячи лет. Сколько можно. Шло предупреждение две тысячи лет. Некоторые отмахиваются сейчас. Ах, сколько раз уже конец света наступал. Но никогда не было чипов. Никогда не было никаких печатей. Вот то, что происходит сейчас, этого не было никогда. Никогда. И никогда не приходил маленький мальчик в такие времена и не говорил, что именно это последнее. И никогда не говорил ребенок, что праведные пусть делают правду. Неправедные пусть делают неправду. Ничего не остановить, не изменить нельзя. На небе все решено. Скоро на земле будет Бог, который никого не простит, кто принял печать. Пророчество и предсказание утрока Вячеслава о последних временах полностью совпадает с откровением Иоанна Богослова. Но поскольку он живет в наше время уже близко к событиям апокалиптическим, то и его рассказы более детальные, не такие общие, его предсказания должны помочь нам избежать этой страшной учти принятия печати. Но мы сейчас видим, что процесс этот, процесс отступления от Бога идет во всемирном масштабе. И это то, что мы сейчас называем глобализацией. То есть все стороны нашей жизни все более и более куда-то объединяются, переходят в введение. Информация у нас поступает в какую-то сеть всемирную. Этой сетью кто-то управляет. И настолько, что идет дело к тому, что вообще абсолютно все стороны нашей жизни будут запечатлены в этой сети. Ну, с одной стороны, можно сказать, что если мы не преступники, то и бояться нам нечего. Но с другой стороны, эта сеть, она обладает не только способностью собирать о нас информацию, но и обратным образом влиять на нас. И если будут контролироваться все наши действия и поступки, то те действия и поступки, которые мысли, которые покажутся неугодными руководителям этой сети, будут быстро выявлены. И таких людей будут и быстро обнаруживать, а, может быть, и быстро уничтожать. Поэтому все зависит от того, кто во главе сети, с хорошими целями или нет. Но поскольку вся сеть эта базируется на основании трех шестерок, то для нас православных ясно, что сеть эта бесовская, и глобализация – это дело антихристова. И нам нужно всеми силами от нее как-то отдаляться. Если в основе всей этой системы лежат три шестерки, значит, система антихриста. Если эти все данные сводятся в какую-то единую мировую сеть, значит, это подготовка к единому мировому правительству. Самые списания знаем, что это будет антихриста. Значит, нам остается что? Только уходить из этой сети, не включаться в нее. Но при этом, естественно, нас ждут трудности. Если с принятием номеров и карточек нам там льготы, поблажки, скидки в ценах, то не принявшим не только льготы, но скоро вообще, наверное, ничего нельзя будет жить. Значит, вот и вопрос – крест или хлеб выбираем. Потому что нормальный путь христианина – это путь на Голгофу. Не может быть так, чтобы мы жили легко, вольготно, по своим желаниям здесь, а потом так благополучно переселились и в Царство Небесное. Нет. Господь сказал – многими скорбями только можно туда войти. И вот эти скорби Господь нам посылает, зависит от того, кто как устроен, кто какие силы души имеет, кому малые, кому большие. Но когда мы все вползаем уже в полуру всеобщего отступления, то эти беды становятся и всеобщими. И поэтому, видимо, в недалеком будущем, как Иоторг Вячеслав говорил, ждут нас какие-то великие потрясения и беды. Когда и что будет? Вернее, когда это будет? Иоторг Вячеслав в соответствии с Писанием тоже маме своей сказал, когда она пыталась спросить о сроках, он говорит – мама, об этом даже ангелы не знают, только Господь им. Но общую последовательность он видел больше нас, намного, и поэтому он гораздо яснее говорил о конкретных вещах, которых мы должны быть свидетелями. Энншпиль. Проект глобального порабощения. На земле ближайшего будущего доминирует мощное мировое правительство. Когда-то свободные нации стали рабами воли небольшой элиты, расцвет новой темной эпохи навис над человечеством. Страны – дело прошлого. Любая форма независимости уничтожается на корню. Семьи и даже индивидуумы близки к исчезновению. Уничтожено почти 80% населения Земли. Остатки, когда-то свободного человечества, вынуждены жить в высшей степени контролируемых городах, подобных тюрьмам. Передвижение очень ограничено. Автомагистрали соединяют большие города и удерживают население от выхода в запрещенные зоны. Частной жизни больше не существует. Суперкомпьютеры с искусственным интеллектом ведут хронику и категоризируют каждое действие. Планета-тюрьма во власти безжалостной банды нелюдей, власть которых не оспаривается. Это мечта мировой элиты. Их цель – программа тотального уничтожения человечества, где наука тирании – закон, распространенная по всему свету сеть контроля, предназначенная навечно гарантировать господство монополии власти. И род человеческий будет приговорен к такому будущему, если не пробудится и не мобилизирует свои силы против планов хозяев нового мирового порядка. Воздвигнутой секретной группой монумент «Джорджия Гайдстаунс», направляющий камни штата Джорджия, завет элитного плана мировой религии, глобальные законы, мировой суд и армия, чтобы удержать все это. В камне выгравировано, что население никогда не должно превышать 500 миллионов. Вся верхушка мирового масонства сегодня сосредоточена в мировом правительстве. Мировое правительство – это примерно около 300 богатейших кланов мира, в руках которых сосредоточены все богатства и все рычаги власти в мире. Мировое правительство – масоны и дьяволопоклонники, братья и сестры – это синонимы. Какая цель мирового правительства? Приготовить мир, приготовить человечество к приходу Антихриста. Для этого и необходимо, во-первых, уничтожить святое православие, что они и делают, пытаясь смешать православие с грязью, с еретиками, объединить все религии в одно, чтобы лишить святое православие соли, вот этой благодати Духа Святаго, чтобы благодать Божия отошла от нас. Это первая их цель – уничтожить святое православие. Второе – объединить весь мир в один электронный концлагерь. И каждому присвоят идентификационный номер, чтобы управлять человеком через этот номер. Что сегодня и делается. Этот процесс называется глобализация. Некоторые сегодня говорят, что якобы глобализация – это естественный процесс, это развитие научно-технического прогресса, ничего подобного. Глобализация – это умышленная система зла, чтобы сначала разнуздать весь мир, а потом его взнуздать и привести к ногам Антихриста. Все человечество заключить в электронную клетку, а вместо мозгов каждому человеку присвоить микрочит. Вот святой праведный Отрек Вячеслав, он видел эту дьявольскую братью насквозь и назвал их своими врагами. Отрек Вячеслав сказал, что «мои враги, мамочка, масоны», потому что они служат дьяволу. Масонам это очень не нравится. Они сегодня так восстают на Отрека, потому что этот чистый Отрек, не кто-то, не какой-то страстный человек, а именно чистое дитя, сорвал с них их овечью шкуру и выявил всю их нутро, всю их дьявольскую суть. Вот почему они так клевещут сегодня на Отреках. А клевещут, потому что действительно клевета – это их дело. Ведь кто такой клеветник? Клеветник – это дьявол, поэтому они дела дьявольские творят, потому что они служат дьяволу. Вот в чем тут суть, вот в чем дело. Я спросила у Отрека, а я говорю, Славочка, как надо понимать, вот здесь написано, и последние станут первыми. Он мне ответил, так, мамочка, и надо понимать, что те люди, которые не примут чипов, они не примут и номера. Если они не примут номер, они останутся живыми, и они, вот эти вот последние, в новом веке станут первыми, потому что они Бога не предали, как же он сказал, они Бога не предали, Бога не предали, и к мировому правителю они не пошли, и вот эти вот, и последние станут первыми, и вот эти последние станут первыми в новом веке. В качестве дополнения здесь можно было бы сказать вот что. Все масоны, будучи врагами православной России, они ненавидят Россию, и сегодня уничтожают ее. Они ненавидят Святое Православие, и, естественно, они ненавидят православных русских, ревнителей. Всячески стараются их оболгать, оклеветать, очернить, смешать их с грязью, а скоро начнут уничтожать буквально, потому что для Антихриста им нужно расчистить дорогу. Всех истинно верующих, православных ревнителей будут в буквальном смысле отслеживать, отлавливать, как диких зверей, и уничтожать их. И, братья и сестры, наша с вами победа только в мученичестве за Христа, только в мученичестве наша победа, только со Христом. Никаких компромиссов с сатаминской системой и стояние в истине Христовой до смерти. И иный зверь исшедет змеи, и мейшек дорога, яко агнча, и глазом змея лезть свою безли, и огонь с небес тому, кто лезть и авчет. Клеймяша, надесница ильчеле, звериный зрак тому, кто убоится, и купля, и продажа на земле, печать имущим, верный истребится. То имать ум, внимай, где мудрость есть, число зверина из очти считая, число его шестьсот шестьдесят шесть, не поклонись, погибель обретая. КОНЕЦ 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 Что Славочка сказал об Антихристе? Он сказал, мамочка, он когда появится, Он объявит себя Богом. В конечном итоге он объявит себя Богом. И будет такой жуткий гипноз, что люди будут видеть, когда будут на него смотреть, кто будет видеть Иисуса Христа. Если христиане. Буддисты будут видеть Будду. Мусульмане будут видеть Магомед. Магомед. Но даже буддисты, хотя Славочка сказал, это религия от сатаны, и даже некоторые буддисты подумают, что-то здесь не так. Потому что Будда приходить не собирался. Будды не должно быть. Засомневаются буддисты, что здесь что-то не так. И Славочка сказал, говорит, мамочка, вокруг него столько бесов, а люди будут видеть. Бесы даже скрываться не будут. Просто люди будут на них смотреть и видеть ангелов в них. И сам сатана, Славочка сказал, от него, говорит, так пахнет, такой идёт смрад, люди чувствовать этого смрада не будут. И будут в нём видеть каждый своего Бога. для людей он будет красивый. А Славочка сказал, говорит, мамочка, у него, говорит, такое белое лицо, как мукой, говорит, как будто присыпано. И глаза, говорит, такие красные. И так, говорит, на меня, говорит, злобно смотрит. Такое, говорит, страшно. Славочка сказал, что такой будет жуткий гипноз, что люди-то в округе все будут к нему сами собираться. У них вдруг появится такое желание на него посмотреть. И он мне сказал, говорит, мамочка, и ты захочешь посмотреть. Говорит, с каким трудом, с таким сильнейшим трудом ты только не пойдёшь. Борьба, говорит, будет очень сильная. Тебе, вот тебе захочется тоже пойти и посмотреть на эту красоту. Ну, ты, говорит, сдержишься, не пойдёшь смотреть. А те, кто пойдут смотреть, они пропали. Единицы не примут антихриста. Я сам удивлялся, как же так? Будут знать о нём. Будут знать всё про печать. И почти весь мир поклонится. Останется малая сталь. Почему-то. Повреждение будет. Повреждение капитал. А оно уже... Да сейчас все люди бесноватые. Бесноватые. Нет, здоровые. И действительно, с людьми поговоришь, у них представление-то бесовские вообще о мире, об отношениях людских, обо всём. Вот как будто бес у них сидит и выражает своё мнение. Северно, Эй! Мерта, Эй! Эй! Ры, по себе, у! Сивва Зар! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот раз уже создалась такая вот во всем мире атмосфера, а антихрист не замедлит. Сейчас мечеть Амара снесут, храм будет построен быстрее, чем храм Христа Спасителя, и все и будет короновым. И знаем по пророчествам, в коронации антихриста будут участвовать православные архиерии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В эпоху Машиаха все люди объединятся в единое общество. Именно здесь истоки идеи объединения наций и мирового правительства. Вострубят уже подготовленные длинные серебряные трубы. Уже готово и торжественное облачение. Среди его восьми важнейших элементов – наперстник, нагрудная пластина. Она состоит из крупных четырехугольных драгоценных камней. Их двенадцать, и на каждом написано имя колена Израилева. Один из камней – уникальный рубин стоимостью в миллион долларов, привезен из России. В ветхозаветные времена первосвященник задавал Богу важнейшие вопросы и получал ответ, который высвечивался на особых элементах нагрудной пластины. На стендах экспозиции множество драгоценных, искусно выполненных предметов – литого золота-семисвечник, сосуд для омовения, он называется киона, в нем шесть кранов по числу священнослужителей, которые будут начинать службу. Вот емкости с одиннадцатью благовониями для торжественных воскурений. Вот мезрак – кувшин из чистого серебра. В него сливают жертвенную кровь и несут в алтарь. Лопатка, чтобы собирать прах жертвенника. Готовятся новые жертвоприношения. На рекламной кассете Института по восстановлению храма знаменательный кадр. Рука держит золотую корону на фоне мечети Амара. Это короны первосвященника – главный экспонат. Славочка сказал, что огонь с неба, антихрист будет показывать реальный. Рактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Скорость огромная, с какой передвигаться он будет. Поэтому то он здесь, то он там. И люди будут говорить, Христос здесь, Христос там. В общем, при огромной скорости он будет почти во всех местах, чуть ли не одновременно. Он будет действительно говорить, что вот встань, гора, типа передвинься. И такой будет сильный гипноз, что люди будут подходить, они будут эту гору, говорит, мамочка, прям реально трогать, прям вот так вот стараться, и похлопать, и подвигать, и вот так вот. И они будут ощущать, что это гора, что это камень, что это реальность. А ее, говорит, не будет этой горы. Вот такое, вот такое про нее будет. Славочка рассказал, улыбаясь, Продон, это рассказал. Говорит, поставят вагон, откроют все двери. Посреди вагона поставят баночку сгущенки, закроют двери. Через какое-то мгновение двери открывают, целый вагон сгущенки. И люди могут спокойно ее брать, она реальная будет у них. Сначала вот такие всякие чудеса. Затем ничего у них не будет, Славочка сказал. Ни пить, ни есть, вообще ничего. Славочка сказал, что этот мировой правитель всех развратит вседозволенностью. Он разрешит все пороки человеческие и скажет, что церковь учила неправильно, что как раз все создано Богом, то есть им, для того, чтобы как раз люди этим всем наслаждались. И люди начнут наслаждаться всем этим. И Славочка так удивился, сказал, мамочка, какие бессовестные тетеньки, что они себе позволяют, какие же они бессовестные. Это его очень сильно поразило. Сегодня пусть сотрясаются наши пещеры. Пусть дрожат наши залы и земли, стали и камни. Чтобы нас услышали от красного ядра до черного неба. И мы не боимся. Славочка сказал, когда Антихрист будет на земле, почти все бессы повылазят на поверхность. И они будут вселяться в людей. А в аду будет спокойнее, чем на земле. Потому что не все бесы, оставшиеся в аду, так усердно будут выполнять свою работу. Потом он еще привел такой пример. Вот мамочка говорит, смотри, поставят столы. На этих столах будет и закуска, и водка. Мужчины так будут упиваться, а потом поднимут эту голову и увидят беса, который их обслуживает. Типа еще подают, подают эту водку. И даже они протрезвеют и попросят их. Водку наливайте, закуску ставьте, но сами не показывайтесь. Насколько они будут страшные. И вот так вот, говорит, и вот и мужчины будут упиваться и объедаться, что вот такое на земле будет все кругом. Вседозволенность такая. Субтитры создавал DimaTorzok Мировое масонское правительство, которое готовит пришествие Антихриста, оно имеет три особых признака. Первый признак – это единство крови, а не только себя считает людьми, а все остальное человечество – стадом животных, которых они нумеруют, чипируют и готовят к закланю. Второй признак – это потомственный сатанизм и прямая связь с дьяволом. Все они являются сатанистами в самом высшем посвящении. Дьявол является им реально, и они находятся под полным его контролем, в полном его подчинении. И третий признак, которых их объединяет – это садомский грех. Все они, особенно масоны в высшем посвящении, все они являются садомитами, и они повязаны этой мерзостью. И вся садомщина, весь разврат, который сегодня насаждается в мире, насаждают они. Так вот, антихрист, пришествие которого они готовят, он объединит в себе все эти три гнусных признака, в том числе и последние. По пророческому слову святого пророка Даниила, он желание жен не уважит. Антихрист всю эту грязь объединит в себе. По слову Божию, он настолько гнусен, что Господь даже имени ему не дал. В откровении святого Иоанна Богослова он назван зверем. И вот это чудовище, этот зверь в человеческом обличии, воссядет в отстроенном сионистами Иерусалимском храме, объявит себя Мессией и Богом, и будет принуждать все народы к поклонению себе, как Мессии и Богу. Все, кто будет отказываться, их будут преследовать, их будут изощренно пытать, мучить, уничтожать, и все они станут мучениками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok